Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников-культеров. Колумбийский художник-скульптор, работавший в технике фигуративизма, Фернандо Баттеро-Ангула. Для его отличительного стиля, иногда определяемого как боттеризм, характерно изображение людей и фигур в большом, при увеличенном объеме, который может представлять собой политическую сатиру или юмор, в зависимости от произведения. Родился в Медельине 19 апреля 1932 года, был вторым из трех сыновей Давида Баттеро, отец, который работал камео и жером. Умер от сердечного приступа, когда Фернандо было 4 года, мать работала швеевой, дядя играл важную роль в его жизни. В детстве на него оказал влияние барочный стиль колониальных церквей и городского облика Медельина. Начальное образование получил в Антиокии от Энео и благодаря стипендии продолжил свое среднее образование в визуинской школе Боливара. В 1944-м его дядя отправил на 2 года в школу для Матадора. В 1948-м, когда ему было 16 лет, были впервые опубликованы его иллюстрации в воскресном приложении «Эль Коломбиано», одной из ведущих газет Медельи. Он использовал свой заработок для оплаты расходов на обучение в средней школе. Работы впервые публично демонстрировались в 1948-м году в рамках групповой выставки работ художников его родного региона. С 1949-го по 1950-й год Баттеро работал сценографом. В 1952-м году отправился с группой художников в Барселону, где пробыл недолгое время, прежде чем перебраться в Мадрид. Учился в Академии Сан-Фернандо. В 1953-м переехал в Париж, где большую часть времени проводил в Лувре, изучая хранящееся там произведения искусств. В 1958-м стал лауреатом 9-го салона колумбийских художников. Хотя работы Баттеро включают в себя натюрморты и пейзажи, все же большинство из них относятся к ситуативной портретной живописи. Его картины и скульптуры изображают пропорционально преувеличенные или жирные, в кавычках, как он однажды их назвал фигуры. Баттеро объясняет свое использование этих больших людей, как их часто называют критики, следующим образом. Художника привлекают определенные виды форм, но он не знает почему. Вы принимаете эту позицию интуитивно, только потом пытаетесь ее рационализировать или даже оправдать. В 2005-м году привлек значительное общественное внимание к своей серии «Абу Грейп», которая первоначально была выставлена в Европе. Он основывал свои работы на сообщениях о жестоком обращении американских вооруженных сил с заключенными в тюрьме «Абу Грейп» во время Иракской войны. Пробовал себя в скульптуре. Из-за финансовых трудностей, мешавших ему работать с бронзой, он делал их из окривой смолы и опилок. Однако материал оказался слишком полистым, и Баттеро решил отказаться от этого метода создания скульптур. В 2000-м году Баттеро передал дар музея Баттеро 123 своих работ и 85 произведений своей личной коллекции, включая творения Шагала, Пикассо, Раушенберга и французских импрессионистов. Скончался 15 сентября 2023 года на 92-м году в жизни. Картина Баттеро 1964 года «Папа Лев X» после Рафаэля обрела популярность как интернет моем. Вот так вкратце из приводной Википедии о колумбийском художнике-скульпторе, который работал в технике фигуративизма, Фернандо Баттеро Ангула. Пока-пока, до свидания.